В Казахстане появился еще один вид телефонного мошенничества. Людям звонят неизвестные, представляются с сотрудниками полиции и сообщают, что на них собираются оформить заем. Чтобы этого не допустить, требуют взять несколько кредитов. Некоторых вынуждают продать свое жилье. Затем лжеполицейские просят положить деньги на указанный счет и помочь в поимке аферистов. Рассказывать кому-либо об участии в спецоперации строго запрещают, угрожая уголовным наказанием. Многие верят, боятся и беспрекословно следуют указаниям злоумышленников. Уже есть первые жертвы. Тонкости схемы обмана изучал Денис Брагин. Вот наша квартира. С рождения живем здесь. Мама попала под факт мошенничества. И люди по телефону обманным путем заставили ее продать квартиру. Мама квартиру продала, и теперь мы съезжаем. Сегодня уже последний день, когда надо было освободить квартиру. Мы уже освободили, все готово к переезду. Но сейчас не знаем, что дальше делать. Рамиль Гаязов в последний раз обходит квартиру матери. Большую часть мебели и вещей бывшие хозяева уже вывезли. Без жилья семью оставили телефонные мошенники. Они позвонили пожилой женщине и сказали, что кто-то оформляет на нее кредит под залог квартиры. Ее нужно срочно продать и положить деньги на страховую ячейку, которая будет под присмотром полицейских. Купили квартиру за каких-то два часа. По цене в полтора раза ниже рыночной. Пенсионерка перечислила средства на указанный счет. Так деньги оказались в руках аферистов. Сын говорит, матери угрожали тюрьмой. Поэтому она побоялась советоваться даже с близкими. Говорил сотрудник полиции якобы. Говорит, мы сейчас вот квартиру вы продадите, деньги нам отправите, мы эти деньги возьмем. А потом, когда мы мошенников поймаем, мы вам эти деньги отдадим. И договор купли-продажи мы расторгнем. Маме говорили то, что вы наш сотрудник как бы, вы участник дела, как свидетель проходите. Пакт о неразглашении там. Если вы кому-нибудь скажете, мы вас посадим. Пострадавшая Вера Канарова рассказывает, до этого позвонили якобы из банка. Сообщили, что на нее хотят оформить полумиллионный кредит. Для сохранности сбережений посоветовали перевести их по указанным реквизитам. Позже неизвестные вышли на связь с женщиной повторно. Сообщили о новой попытке оформления займа от ее имени. И попросили добровольно взять кредиты на 2,5 миллиона, чтобы исчерпать лимит и снова перечислить деньги на безопасные счета. Пенсионерка сделала, как сказали, и отдала мошенникам в общей сложности 23 миллиона. Стали мне говорить, какой банк идти, просить кредиты. И вот если в банке в каком-то отказывали, они находили другой банк, называли адрес банка, называли, куда подойти, когда. И все это якобы под звонками, что полиция знает, где я, что. Что я полностью в безопасности под введением полиции и финансовая названка. Я поверила, я повелась на то, что вот это все было указано и на фотографии, и все подтверждилось документально. В полиции говорят, в этом году количество подобных случаев увеличилось, но вычислить преступников очень сложно. Злоумышленники всегда звонят с разных номеров и постоянно придумывают новые хитрости. Заявление гражданки КАЗа регистрировано управлением полиции Алмалининского района по статье 190, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Создана следственная оперативная группа, чьи действия сейчас направлены на раскрытие преступления. Между тем, департамент полиции города Алматы обращает особое внимание на участившиеся факты мошенничества, используемые с помощью интернета и с помощью телефонов. Специалисты рекомендуют не вступать в общение по телефону и интернету с неизвестными и ни в коем случае никому не говорить персональные данные счетов. Если вам звонят и задают подозрительные вопросы, необходимо немедленно прервать разговор, затем сразу же связаться с банком и сообщить об инциденте в полицию. Денис Брагин, Вячеслав Тимофеев, Думан Даулит Бакулы и Алмаз Нурдос, КТК Алматы.